всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я регулярно готовлю ветчину это просто это быстро это отличная штука для быстрых перекусов или завтраков и на канале показывал уже но меня регулярно спрашивают подписчики проживающие за пределами россии где я беру коллагенную пленку нету его павел хозяин магазин ямкобаски присылает а в некоторые страны ну например в израиль он к сожалению свои посылки не высылает а где еще ее можно купить я не знаю и вот мне в голову пришла идея приготовить цельномышечную ветчину без оболочки из индейки вернее в оболочке но оболочки из шкурки той самой индейки и вот это мой первый опыт здесь составе соль поваренная нитритная сахар пряности чеснок термообработка в обычной духовке резать я буду ее смотрите чем упаковка как всегда привык всяческих похвал здесь есть памятка с перечнем вообще всех ножей этой серии и вот здесь на обратной стороне правило ухода как точить как хранить и прочее знатоки то в курсе ручка чрезвычайно удобная здесь ребрышки на ней чтобы она не выскальзывала из рук сталь aus 10 одна из лучших ножевых стали и за . за . на линзу и обратите внимание на обувь вот это просто сказка она сочная она довольно вкусная прям класс но во первых шкурка не очень симпатично выглядит ну бледная такая на во вторых извините а во вторых на мой вкус чеснока оказалось мало да и с пряностями еще хочется поэкспериментировать короче второй этап эксперимента я решил заснять на камеру поехали сначала надо постараться не повредив шкурку удалить кость а вот со второй кости снять мясо почти полностью оставлю только маленький кусочек кости для симпатичного внешнего вида теперь то что осталось взвесить и расчет соли и пряностей ввести по отношению к этому весу то есть без костей ну а теперь засыпаю солью и сахаром и отправляю на просолку в холодильник на двое-трое суток пряностей чеснок пока не кладу в избежание закисания того нитритный семь целых восемь десятых поваренные столько же только поваренный на смерти розовый гималайска потому что кончилось обычным ну ладно чуть больше так и сахара меньше грамма вот так достаточно продолжаем разговор итак у нас второй этап надо подготовить смесь пряностей и обязательно чеснока побольше я решил взять перец черный кориандр мускатный орех и красный острый перец и все это надо растереть в кашу а вот теперь зашью ногу как отмороженную всю голову костоправ хотя учитывая то как я топориком кости рубил скорее подойдет определение костолом что касается термообработки первый этап хочу провести в горячей воде температура 75 80 градусов варить буду до достижения в центре этой ноги температурой 70 градусов плюс-минус 1 вчера срочно понадобилось уехать из дома у меня совершенно не было времени на готовку так что я эту ногу оставил на ночь в холодильнике очень надеюсь что мясо за это время не закисло воду нагрел в индейку щуп вставил пусть варится удалю влагу бумажными полотенцами и отправлю ее на просушку температура 80 режим конвекции включен у меня есть один питерский знакомый колбасник пётр пахомов он для рестораторов устраивает мастер-классы по приготовлению самых разных колбас классных совершенно вот такой классный мужик он недавно показывал один способ двухминутного копчения я хочу на примере своей сегодняшней индейки этот способ опробовать сохнуть ноги в духовке минут пять я пока подготовлюсь на дно казана кусок фольги чтобы не отмывать потом на фольгу немного пилок буквально одну-две столовые кружки затем сетку вот так индейка уже подсохла я думаю пять минут и выше крыши чтобы цвет лучше ложился на шкурку надо по совету петра натереть ее салом я решил использовать кусочек корейки сырокопченый который недавно показывал ссылку углу для тех кто пропустил ролик повешу мы еще не забуду конечно ну начинаю процесс понятия не имею что результате получится очень интересно нагрев включил самый сильный теперь надо дождаться когда из под крышки пойдет дымок с этого момента с момент появления дымка отсчитать две две с половиной минуты после чего выключить нагрев и подождать еще минутки две-три ну чтобы дым осел ждем ждем пора что касается аромата и вкуса хотя нет сначала что касается дыма в помещении дым при копчению таком под крышкой есть он чувствуется он достаточно неприятный но его не сильно много петр говорил что через 15 минут уже в квартире запаха не будет ну я бы наверное сказал со своим суперчувствительным носом где-то через 20-25 минут наверное все проветрится я вот открыл окошко сейчас вот ну его не так что прямо дымит какой-то нет запах аромат чувствуется думаю что курящий вообще может быть и не заметит даже через 15 минут этого дыма не знаю ладно что касается внешнего вида ну двух с половиной минут на мой взгляд маловато по крайней мере для индейки видите цвет появился но он не такой не яркий запах тоже есть это запах горячего копчения мне больше по душе ароматы когда я дымом 45 50 градусов потом копчу после тепловой обработки но на вкус и на цвет к тому же если у вас нет дымогенератора пассивного то может быть для вас это выход что касается вкуса да вот вот с этим количеством чеснока и я соли чуть больше положил чем в первый раз это мне нравится безусловно больше но торопиться не надо я имею ввиду что и разрезал в горячем виде дайте остыть остынет когда все соки желируются и тогда при разрезании ваша индейка ваша величина из индейки влагу терять уже не будет хотя как выглядит конечно эффектно режешь она вся течет вся но лучше дайте остыть полежит сутки в холодильнике потом режете будет вообще класс здорово и да я не понял при разрезании из одной жилки текла кровь это че из индейки плохо кровь что ли спустили это вот из венки венка в ноге была оттуда прям кровь потекла безобразие какое-то я считаю должны все-таки нормально кровь спускать с птицей ой слушайте но она вкусная очень я все-таки извините и вот с этими пряностями с перцем ярким может быть будет интересный вариант если мясо индейки внутри самые крупные крупные куски мышц надсечь посильнее тогда более эффективно пряности разойдутся по всему объему нога индейки достаточно крупные также можно и куриную ножку приготовить она мельче ее наверно насекать внутри не надо а вот крупные индейки можно и надсечь будет даже получше но не слишком много не слишком много на этих надсечений делайте чтобы получилось все таки у нас цельномышечная ветчина они рублены в хлам на этом позвольте завершить на сегодняшний ролик я хочу быстрее съесть эти куски нарезанные сознаюсь честно спасибо вам за компанию спасибо за ваши комментарии всех вас люблю очень жду комментариев присоединяюсь к нашим колбасным опытом напоминаю промокод фреска и вот такие вот самура альфа супер острые aus 10 заточка и линза у вас в кармане с очень хорошей скидкой всем пока субтитры создавал DimaTorzok